Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Какова статистика несчастных случаев на производстве и как они расследуются? Об этом говорим сегодня в нашей студии начальник отдела государственной инспекции труда в Самарской области Алексей Флёрин. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22. Звоните, мы вас услышим. Здравствуйте, Алексей Константинович. Добрый вечер. Ну давайте начнем с такой, с общей картины, как складывается ситуация с производственным травматизмом в нашем области и вообще вот эти цифры растут, остаются на месте или снижаются, если можно проанализировать что-то. Спасибо, да. Цифры, к сожалению, растут по травматизму в этом году. Особенно зафиксирован рост группового травматизма в нашей области в 2016 году. Вообще в целом больше 160 несчастных случаев произошло за 2016 год. Это я имею ввиду тяжелые несчастные случаи с тяжелыми последствиями, групповые несчастные случаи и смертельные, со смертельным исходом, которые были признаны несчастными случаями на производстве непосредственно. Понятно. Всегда интересно, как вести себя, когда такой случай произошел родственникам в частности и руководителям предприятий, так же, вот как складывается вот эта картина действий, с чего нужно начинать и как, с чего начинается расследование, наверное, потому что при таких, наверное, случаях всегда проводится расследование. Да, конечно. При каждом несчастном случае обязан проводить расследование работодатель, да, и уже по результатам расследований квалифицировать его в этом случае, связанном с производством. Он должен вот, работодатель, заявить сразу, куда, кому, вот произошло. Ну, давайте разберем вообще вот этот весь порядок расследования, как он, вообще, что такое несчастный случай. Несчастный случай – это событие, в результате которого работник получает либо увечья, либо иные повреждения здоровья при выполнении своих трудовых обязанностей. Либо иные случаи, закрепленные федеральным законом, повлекшие за собой необходимость перевода работника на другую работу, либо, если работник, необходимо ему уйти на больничный, да, то есть получил он здоровье и получил нетрудоспособность. Это летальные случаи, они тоже несчастные. Либо смерть, либо смерть работника, соответственно, да. В этом случае работодатель, что в первую очередь должен сделать, да и работник тоже. В первую очередь необходимо, конечно, оказать первую помощь пострадавшему, организовать оказание первой помощи. Одновременно оказание первой помощи пострадавшим закруглено трудовым кодексом, и обязанность работодателя обучить работников оказанию первой помощи пострадавшим, да, естественно. Потому что можно же нанести вред даже при оказании непрофессиональной помощи. Да, конечно. И потом может ухудшить последствия несчастного случая. Каждый работник в организации должен быть ознакомлен с инструкцией об оказании первой помощи пострадавшим и, соответственно, выполнять ее при несчастном случае. После того, как оказали первую помощь пострадавшему, организовали, если необходимо, доставку пострадавшего в медицинское учреждение. Необходимо сохранить место происшествия. Да, вот что-то зафиксировать, да? При возможности сохранить место происшествия в том виде, в котором оно находилось в момент несчастного случая. Случаи, если такой возможности нет, тогда работодателям организовывается фотографирование места происшествия, вставление схемы, как оно было на самом деле в момент несчастного случая. И, соответственно, работодатель обязан незамедлительно создать комиссию по расследованию несчастного случая. Комиссия, вот ключевое слово, кто в нее входит? Потому что результаты, вот выводы комиссии тоже могут быть разными. Здесь важно соблюсти какое-то вот такое... Да, комиссию создает работодатель незамедлительно. Он должен это сделать незамедлительно. Порядок формирования комиссии указан в 228-й статье Трудового кодекса Российской Федерации. И, соответственно, в 73-м положении в порядке расследования несчастных случаев на производстве. Как же создается комиссия? Комиссия создается не менее трех человек, в которую входят представители работодателя, специалист по охране труда и представители профсоюзного органа, либо уполномоченные по охране труда. Вот это минимальный состав комиссии, который должен быть создан в данном случае. Дальнейшее формирование комиссии происходит по результатам получения заключения медицинского о характере полученных травм работникам. Соответственно, если травмы, полученные работникам, относятся к категории легких, то комиссия под руководством работодателя, под представительством, проводит расследование в течение трех дней. В случае, если медицинское заключение говорит о том, что получена тяжелая травма, либо это групповой, либо там смертельный несчастный случай, да, то обязанность работодателя в течение суток проинформировать органы, которые указаны тоже в 228-й статье Трудового кодекса, в течение суток. Здесь вот... Какие органы? Какие органы, я сейчас расскажу. Здесь возникает первая ошибка работодателя. Вот на данном этапе уже, на этапе извещения органов, которые указаны. На данном этапе необходимо, первое, что сделать с работодателем, обратить внимание, что вот в момент несчастного случая, когда несчастный случай произошел, и уже доставили в медицинскую организацию пострадавшего, здесь надо организовать своевременный запрос в эту организацию, в этот же день, о выдаче медицинского заключения по форме 315У, о характере полученных травм. Не имея этого заключения, работодатель может быть подвергнут... Просто он вовремя не сможет известить те органы, которые необходимы. И за это уже может последовать административная ответственность работодателя. Поэтому непосредственно в этот день доставили пострадавшего в больницу, тут же необходимо сделать запрос, чтобы был на руках документ, как минимум, что в этот день составили запрос. Потом происходит процесс уведомления органов извещения. В первую очередь надо направить, естественно, в Государственную инспекцию труда Самарской области извещения. Отправить в прокуратуру по месту совершения происшедшего несчастного случая. В фонд социального страхования необходимо отправить. В Федерацию профсоюзов Самарской области необходимо отправить извещения. Необходимо отправить извещения, если случай произошел на подконтрольном территориальном органе, к примеру, Ростехнадзора, Ростехнадзор необходимо направить. А можно уточнение? Вот все эти уведомления при даже легких несчастных случаях, такой легкой формы? Нет, при легком несчастном случае направить только одно уведомление в фонд социального страхования по месту регистрации страхователя. Потому что слишком, да. Да, вот эти все остальные уведомления, обязанность об их подаче наступает, если это только тяжелый несчастный случай. Да, комиссия сформирована. Как долго вообще, с какого момента комиссия приступает к работе и как долго длится вот это расследование на практике, чтобы вы знали, когда устанавливается причина? Вот кто дает этот сигнал, что все вот установлено, причины совершения работы? Да, комиссия начинает работу с момента ее создания, соответственно. То есть направив извещение в указанную организацию, ну, будем говорить о тяжелом случае, да, в указанной организации направив извещение, работодатель создает комиссию. То есть в этот же день он запрашивает у этих органов, согласовывает с ними представителя, который будет участвовать в комиссии. Этим же днем создает приказ, и комиссия работать начинает незамедлительно. В этот же день проводится осмотр места происшествия, составляется протокол осмотра, начинаются опросы должностных лиц, очевидцев несчастного случая, начинаются формироваться материалы несчастного случая, которые необходимы для дальнейшего расследования. Вот когда расследование уже завершается, есть ли такие случаи, когда родственники, близкие обращаются уже с тем, что или не согласны с расследованием, не согласны с компенсацией и так далее. Как дальше проводится вот эта работа? Потому что вот кто должен признать результаты расследования, если мы говорим даже о летальном случае, да, вот самое тяжелое, о гибели человека на производстве, это же, наверное, все не заканчивается сразу, вот комиссия вынесла свое там постановление решения, и дальше как идет работа с родственниками. И вот такой вопрос немаловажный, вот эти компенсации большие довольно в материальном денежном плане, они как выплачиваются, в какие сроки, в каких объемах? И можно ли их для работодателя как-то минимизировать? Или наоборот, вы стоите на стороне пострадавшего и полностью, значит, требуете выплат в сроки и так далее. Вот как эта картина? Компенсации складывается. Вы какой инспекции труда в этом участие принимаете? Я понял ваш вопрос. Значит, смотрите, по результатам расследования комиссия приходит к заключению о связи несчастного случая с производством, либо он не связанный с производством и не подлежащий оформлению и учету этот случай. Вот случай, давайте с последнего начнем, если комиссия заключила, составила, решила, что данный случай не связан с производством, к примеру, в случае общего заболевания. Если смерть наступила работника, в случае общего заболевания. Ой, тоже такой проблемный вопрос, потому что вот человек умирает на производстве, вот именно, да, и вот тут попробуй, докажи, от чего и как все это произошло. Тоже очень сложно. Очень вопрос, да, очень вопрос, он такой, знаете, разносторонний, и рассматривать смерть вследствие общего заболевания, как изначально он уже не связан с производством, это в корне неправильно. И часто бывают такие случаи, что в ходе заседания комиссии сторона работодателя, представитель работодателя, это там инженер по охране труда, полномоченный, представитель работодателя, он может быть не один же представитель, а работодатель может назначить и больше представителей. Вот, сторона работодателя склоняет комиссию к тому, что случай должен быть не связанный с производством. Но в ходе расследования может быть установлено, что в период, предшествующий несчастному случаю, были у работника психофизические нагрузки. На том же производстве, при работе. Да, вот он, к примеру, острая коронарная недостаточность. Да, у человека произошла вроде смерть вследствие общего заболевания. Однако в ходе расследования было установлено, что работник до наступления несчастного случая работал сверхурочно. Если он работал на вредных условиях труда еще, тем более, ему должны были предоставлять дополнительный отпуск, сокращенную продолжительность рабочего времени. И это все совокупность вот этих недодали которых компенсации работнику, которую он недополучил, она может привести к тому, что вот этот случай произошел. И здесь очень важно вот как раз объективность расследования, чтобы расследование проводилось объективно и всесторонне. Затрагивало все аспекты деятельности даже данного работника в организации. Вот это очень важно. А вот насколько важны данные медосмотра предварительного? Вот медосмотр же не раз в год проходит, да? В зависимости от профессии или вид работы. А, от профессии, потому что вот год назад он, может, прекрасно себя чувствовал, а потом вот все эти обстоятельства накапливались. Вот что, тоже такой вопрос, да? Вот насколько вот эти показания медосмотра, они тоже принимаются во внимание? Это обязательно. Особенно это очень внимательно смотрится в любом случае, да? Но когда расследуется несчастный случай, причиной которого и стало общее заболевание, вот проведение медицинского осмотра, это исследуется вот прям очень внимательно. Досконально. Да, досконально. Потому что медицинский осмотр тоже может быть проведен по формальным признакам, но сейчас такое время, что есть организации, которые могут просто некачественно его провести. И это тоже смотрится. По каким факторам направлялся работник для проведения медицинского осмотра вредным и опасным, да? Понятно. Вот в последнее время произошло два случая, которые меня просто вот потрясли. Это довольно молодые люди погибли. Один при тушении, значит, своей водительской машины, машины рабочей, а второй тоже какое-то было задымление, он кинулся его устранять, молодой парень 24 лет, и тоже при этом погиб. Нельзя сказать, что они были уже такие больные в своем возрасте, да, что вот умерли даже при этом. Вот как в таких случаях проводится расследование, такой вот быстрой гибели внезапной, да, при возникновении таких внезапных обстоятельств, задымления, еще чего-то. Ведь это вот, если они учащаются, это нужно как-то вот даже какую-то тревогу бить. Вот как раз... И как себя вести. Вот послушают люди, вот те же молодые работники, если что-то задымилось, как себя вести? Вот, может, какие-то общие рекомендации? Я понимаю, о чем вы говорите. Потому что гибнет, конечно, из-за этого спасает технику производства. Да, несчастный случай был совсем недавно в этом году, когда один из пожарных начал тушить, и у него во время тушения пожара произошла острая коронарная недостаточность, и вроде бы человек умер вследствие общего заболевания, согласно документам. В ходе расследования было установлено, что данный работник не прошел медицинский осмотр, данный работник на рабочем месте данного работника не проведена специальная оценка условий труда, и много очень других нарушений. По результатам расследования несчастного случая, данный несчастный случай был квалифицирован как связанный с производством. И родственники пострадавшего, соответственно, получат все необходимые компенсации, которые предусмотрены законодательством. Я хочу напомнить телезрителям наш телефон 202-11-22, наша тема «Безопасность на рабочем месте», соблюдение прав работников, вот именно по безопасности. Если у вас есть вопросы или какие-то ситуации возникают, консультации, по которым вы хотите получить, звоните нам, пожалуйста, мы вас услышим, 202-11-22. И давайте все-таки вернемся к материальным вот этим вопросам. Если организация частная, допустим, происходит несчастный случай, средства небольшие на счету, вот этой организации, а компенсация за смертельный исход, это же там большие деньги. Вот как в таком случае, ну я не знаю, все стороны действуют, потому что родственники претендуют на компенсацию, работодатели говорят, что у них нет денег, инспекция труда соблюдает права и законы. Вот что происходит? Ну, давайте начнем с первого вопроса. Какие компенсации предусмотрены пострадавшим? Пострадавшим могут быть предусмотрены компенсации как-то коллективным договором в организации, но основная компенсация, конечно, предусмотрена законодательством. Здесь работодатель никак не участвует, кроме того, что он платит взносы на социальное страхование от несчастных случаев на производстве в страховую компанию, в фонд социального страхования. Вот уже по результатам расследования, когда либо тяжелый, либо несчастный случай со смертельным исходом происходит, пострадавший либо сам приносит акт формы Н1, либо работодатель направляет, да, вот по результатам вот этого акта фонд социального страхования уже производит все выплаты. Либо он выплачивает пострадавшему, либо родственникам погибшего человека. Данная организация, вот в данном случае, она не на никаких финансовых потерь с точки зрения выплат компенсации не несет. Однако на организацию, организация несет ответственность за те нарушения, которые были выявлены в ходе расследования несчастного случая. Таким образом, за те несчастные случаи, которые были расследованы в этом году, по результатам расследования, также проводятся еще и проверки в организациях. Вот было проведено 115 проверок в организациях в этом году, и общая сумма наложенных штрафов на организации составила более 20 миллионов рублей. Вот в чем дело. Вот в данном случае ответственность работодательная наступает как раз за те нарушения, которые были выявлены в ходе несчастного случая, в ходе расследования. И здесь вот, чтобы себя обезопасить, минимизировать свои финансовые потери, которые наступают после расследования несчастного случая в виде штрафа, здесь организациям необходимо, конечно, очень тщательно и грамотно организовать систему охраны труда на своем предприятии. Потому что охрана труда – это система. Это система сохранения жизни и здоровья работников на предприятии, которая включает в себя очень многие аспекты и требует очень внимательного отношения и подхода к себе. При расследовании несчастного случая разбирается каждый вопросик по нахождению этого работника. Как он был трудоустроен, начнем с этого. Как он был направлен на работу, как с ним заключен трудовой договор, как он проходил, проведена ли специальная оценка условий труда на его рабочем месте, какие условия труда признаны на данном рабочем месте, какие установлены гарантии и компенсации в соответствии с трудовым кодексом, и выплачивались бы, и предоставлялись ли они работнику эти гарантии и компенсации. Как этот работник проходил инструктажи, все виды инструктажей, обучение по охране труда и проверку знаний и требований охраны труда на данном рабочем месте. Да, как все это важно. Это вот, да, проходил ли он медицинский осмотр, и когда он его проходил. А если бы проходила периодичность, соблюдена ли была проведение медицинских осмотров на данном рабочем месте с этим работником, то здесь разбираются очень многие аспекты. И за каждое вот это вот выявленное нарушение, к примеру, давайте разберем, вот... Очень мало времени, очень коротко, да, совсем минутку. Приняли работника на работу, провели ему инструктаж вводный, провели инструктаж на рабочем месте, провели стажировку. Да? Вроде бы со стороны работодателя он думает, что ну все, я же все сделал. А начинаем разбираться, вроде бы подписи стоят. В инструктажах подписи стоят. Едешь к работнику, начинаешь его спрашивать. Он говорит, да, меня попросили подпись поставить, я поставил. И здесь уже начинаешь выяснять других работников, опрашивать. А инструктажи проводятся по формальному признаку. Да. Обучение по охране труда очень часто. А вот инспекция труда, она может контролироваться даже вот на этих процессах? Вот как проводится инструктаж? Вы такую работу ведете? Не просто вот есть подписи или нет? Естественно, в ходе расследования несчастного случая. В ходе, а профилактически? Профилактически в ходе проведения надзорных мероприятий. Понятно. Спасибо большое. Тема очень большая. Приглашаем вас еще раз, потому что не обо всем мы смогли сегодня обсудить. Тема на самом деле очень объемная. Поэтому спасибо за то, что пришли. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!